доброе утро с вами абьер станкевич сегодня у нас 35 каст ежедневной передачи который называется завтрак с библией и вчера слышал такого проповедника я даже не помню как его зовут на самом деле первый раз очень агрессивный проповедник ну помазанный богом на служение его но тем не менее я считаю что он заблуждается говоря о десятине о том что бог давно отменил десятину тем самым что передал славу свою иисусу христу иисус христос в общем является человеком который не брал никогда десятины а уж если и сам иисус не брал никогда десятины то соответственно и мы не имеем права брать десятины но я считаю что это заблуждение тех чисто теологическое ну и естественно если это заблуждение теологическое то у него есть какие-то последствия что благословение не отошло от него с момента как он перестал брать десятины и его личный доход никак не поколебался от этого и так далее свое учение вот это он строит на том что все что касается десятины которая была заповедана которую было заповедано давать левитам которых уже сегодня нет и служения левитского сегодня нет поэтому любая десятина на незаконно он строит на том что это было все предписано богом евреям вторе которая общем предписывала определенные законы которые иисус собой отменил но во первых я думаю что заблуждение это основывается именно на отрицании ветхого завета и если мы говорим о живом боге который вчера сегодня всегда один и тот же ты мы не можем себе позволить вот так вот и вырезать из священного писания то что нам кажется удобным для нас и пользоваться этим а то что нам неудобно вычеркивать и беспощадно от этого избавляться дело в том что десятина это по его утверждению что-то было упомянуто один единственный раз когда из своих из всех своих ну завоеваний авраам отдал мельхиседеку десятую часть потому что он был служителем бога всевышнего это единственный раз когда все это было на самом деле это великое заблуждение да опять же выдергивание из писания только какой-то части которая удобна тому проповеднику который об этом говорит я позволю себе напомнить тому проповеднику о том что это не единственное место в писании в котором говорит в котором говорится о десятине и десятина она вовсе не левитом левитом она была завещана уже только потом когда был исход евреев из египта и на самом деле десятина она адресована богу если он этот проповедник говорит сейчас что богу десятина наша не нужна потому что иисус ее никогда не брал если она ему при жизни на земле и при служении его на не была нужна то при жизни вечной она ему что с ним нужно но на самом деле десятина она была и издревле и сотворение мира десятой частью от всего что есть у человека он отдает это богу подтверждение тому бытие 28 глава напоминаю сюжет яков просыпается у него был камень под головой просыпается от того что он видит лестницу якова и на вершине лестницы бог и он говорит что бог обитает здесь и так далее и в момент когда он понимает что это действительно место обитания бога он и говорит что не встал яков рано утром и взял камень который он положил себе вы изголовьем и поставил его памятником и возлил елей наверх его и нарек имя тому вифиль на самом деле это бейт эль на иврите что в переводе означает дом божий а прежнее имя того города было луз и положил яков обед сказав если бог будет со мною и сохранить меня в пути сём который я иду и даст мне хлеб есть и одежду и и одежду одеться и я в мире возвращусь в дом отца моего и будет господь моим богом то этот камень который я поставил памятником будет домом божьим и из всего что ты боже дашь даруешь мне я дам тебе десятую часть на самом деле казалось бы зачем 10 части должна была быть у бога да на самом деле почему отжим первых алиф отдают именно в храм или отдают на служение богу потому что бог хочет чтобы мы приносили ему в жертву самое дорогое что у нас есть в данном случае когда говорил яков это самое дорогое могло быть например полы например богатство например земли например рабы например и так далее и это было лучшее что было у него в доме из из его богатства но на сегодняшний день у нас нет ни валов ни рабов и так далее но что нам достается до тяжело это деньги и я считаю и всегда считал и буду считать что деньги когда мы их отдаем кому-то это высшая степень проявления благодарности потому что ну так сложилось что большинство из нас действительно зарабатывают деньги очень тяжелым трудом и каждая копейка что называется на счету и вот когда мы берем и знаем что десятая часть от того что мы получили за наш труд это принадлежит не нам а это принадлежит богу и никаким не левитом на их действительно сегодня нет то есть они есть в израиле очень много левитов но они не выполняют свое прямое предназначение службы в храме поэтому они зарабатывают сами себе и я считаю что все таки десятина она принадлежит богу а не левитом поэтому если мы хотим жить по писанию описание это от первой главы бытия до 22 главы откровения то мы не можем выдергивать из писания то что нам нравится и оставлять это для себя да мы не под законом мы под благодатью но и яков жил под благодатью а совсем не под законом и это именно он сказал один из прадцев наших сказал что все что ты дашь мне господь я отдам тебе десятую часть я думаю что благословение она в том и заключается что мне только получать но и давать и сам иисус говорил что блажение давать нежели получать и я считаю что десятину никто не отменял пожертвования никто не отменял и мы все-таки должны нести десятину богу нести ее в храм нести ее на служение нашему всевышнему отцу и никаким образом это не повлияет на то что мы остаемся под законом считаем себя грешниками если не все мы так далее мы живем по совести а совесть нам верить что все что он получил мы получили от бога а десятая часть как написано в писании принадлежит богу поэтому если вы хотите благословение истинного благословения на свой бизнес на свой на свою жизнь знаете что эту дистину вы отдаете богу бог сам распорядиться тем как эту десятину и кому отдать за что и так далее но если вы исходя из того что вы считаете что дистину вы несете лично проповеднику, лично пастырю, и он за эти деньги живет, то на примере, скажем, церквей, которых я знаю, вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле это все идет на содержание Дома Божьего, в котором мы молимся, в котором мы собираемся, в котором мы служим нашему Всевышнему Отцу. Поэтому я все-таки считаю, что учение об отмене десятины Иисусом Христом – это ересь, как равное то, что ересь является то, что Иисус Христос не был из дома Левия, по своим корням каким-то, потому что иначе он не мог бы быть посажен и царем, и первосвященником в храме, потому что мы точно знаем, что Бог никогда не меняется, и он всегда один и тот же. Он и из дома Иуды, и из дома Левия одновременно, по разным своим корням, и если вы хорошо изучаете Библию, то вы это очень с легкостью обнаружите. Поэтому все законно, и все по благодати, и все в порядке, если вы носите десятину, и все в порядке, если в вашей церкви все еще о десяти не говорят. Вот хуже, если о ней не говорят. Вы можете называть это как угодно, пожертвованием и так далее, но десятая часть того, что принадлежит нам, если прошу прощения, десятая часть из того, что мы получили, мы должны отдать тому, благодаря кому мы это получили. Потому что вся слава и вся благодарность, она только Богу. Все принадлежит Ему в нашем мире, не в том мире, в котором мы живем. И особенно эта десятая часть, которую он нам дал. Поэтому вот такое мое мнение. Сегодня об этом и завтра будет новый день, будет новое осознание после чтения Библии. И встретимся с вами завтра в нашем 36-м выпуске «Завтрак из Библии». С вами был Олег Станкевич. Спасибо. Пока.